Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам о своей новой акустической гитаре. И нет, это не она, конечно же. С этой гитарой я провёл где-то половину своей жизни. Она для меня на самом деле очень много значит, поэтому я с ней, конечно же, никогда не буду прощаться, не буду её выбрасывать, продавать никому. Но со временем эта гитара уже поизносилась и играть на ней, ну вот давать профессионально какие-то концерты или записывать просто стало невозможно. Гриф повело, лады уже исчерпали себя, износились довольно сильно. Я понял, что мне нужен новый инструмент. Поэтому в прошлом видео, если вы его смотрели, я ходил в гитарный клуб и выбирал себе новую гитару и понял для себя очень много интересного. Советую всем вам, каждому сходить в магазин и поиграть на гитарах самому, потому что ничто не может этот опыт заменить. То есть ни одно видео на ютубе. Но для чего я вообще записываю сегодняшнее видео? Я хочу вам показать и благодаря вот нашему сетапу, по звуку, я вот тут поставил конденсаторный микрофон, также там стоит Zoom H6, который записывает комнату. Я хочу, чтобы вы максимально точно услышали, как звучат гитары и в чем их разница между собой. Почему одна гитара стоит около 100 тысяч рублей, а другая стоит 10 тысяч рублей. Переходим уже непосредственно к моей новой гитаре. А это для вас будет небольшой сюрприз, потому что я ее купил не в гитарном клубе, я ее купил на ревербе. На ревербе я начал мониторить разные гитары, смотреть какие-то варианты, потому что на ревербе очень часто выставляют в музыкальные магазины гитары с небольшими скидками. И для меня, как для человека, который не обладает там бесконечным бюджетом, конечно, очень важно, сколько денег я отдам за гитару и останусь ли я потом вообще с едой, хотел сказать. Когда я пришел в гитарный клуб, сразу же что во мне щелкнуло, то что мне показалось, что вот дреднот, он прям мне очень хорошо подходит и по форме, и по звуку, и по всем его, в принципе, характеристикам тактильным, мне он очень понравился. И мне конкретно понравилась модель Sigma SDM-18E. Я начал на ревербе смотреть похожие гитары, Sigma какие-то, может быть, еще какие-то другие альтернативы. Мартина даже какие-то смотрел, но они там за облачных денег стоят, я даже как бы не имел каких-то видов на них. Но вот из Sigma я увидел несколько интересных вариантов. Там также продавались и SDR-28, это вот копия 28-го Мартина, который вот из у него дека и обечайки из палисандра, а верх из ситхинской ели. Но я играл, помню, в гитарном клубе на SDM-18E, и у нее как раз-таки корпус обечайки из красного дерева, поэтому я начал искать вот именно эту спецификацию. Короче говоря, я нашел на ревербе очень крутой дил по гитаре AMI. Что такое вообще AMI? AMI это компания, которая владеет брендом Sigma. Раньше Sigma еще была дочеркой от Мартина, но потом ее перепродали AMI, и это немецкая компания. И, собственно, сейчас она им и принадлежит. По каким-то причинам, неведомым мне, я прочитал на официальном сайте, они не могут использовать бренд, не могут продавать гитары Sigma в Соединенных Штатах. Вот, поэтому они продают там гитары с лейблом AMI. Но по сути, конструктивно и по своим характеристикам эти гитары ничем не отличаются от Sigma. Я приобрел на ревербе в немецком магазине гитару AMI SD-180E. То есть это то же самое, что и Sigma SDM-18E. Наверное, нужно уже вам ее показать. Уже, наверное, интересно, как она выглядит, что она из себя представляет. Но сейчас быстренькое такое вкрапление видео из Почты России, как она, как я ее получал. Я торжественно тебе вручаю этот нож. Слушай, ну вроде не бревна, поехали. Сейчас я покажу вам крупные планы и расскажу про эту гитару в деталях. О том, как она ощущается в руках, как она звучит. У нее есть звукосниматель, поэтому мы и послушаем ее звукосниматель отдельно. В общем, все. Сейчас вам про нее расскажу. Поехали. Гитара поставляется вот в таком чехле. Чехол утепленный, но я бы не сказал, что он прям для туров. То есть он получше, чем просто тканевый. Но нельзя в нем, конечно, гитару перевозить в поездах. Нельзя ее кидать куда-то там в далекий багажник машины и забывать про нее. Все-таки это не кейс. В комплекте давался анкерный ключ. Кстати, анкерные ключи у этих гитар, они какие-то вот странные. Я как игрок на электрогитаре, по большей части, привык, что анкерный ключ как бы не такой длинный. А здесь они прям очень длинные, вот, если можете увидеть. И для меня это как бы было довольно странным таким вот образом. Гитара очень красивая. Несмотря на то, что со стороны она как бы не особо отличается от моего корта. Но если вы возьмете их в руки, просто вот так вот, одну-вторую, кстати, мы сейчас так и сделаем, вот одна гитара, вот вторая, то при близком рассмотрении вы сразу поймете, какая из них является настоящим вот живым профессиональным инструментом. Эта гитара тоже неплохая, то есть не подумайте, но все-таки она не того калибра, как вот эта гитара. И сейчас я объясню, почему. Форма Dreadnought. Это одна из самых старых форм акустических гитар, и по своим размерам, на момент, когда она только вышла, это была самая большая, самая громкая акустическая гитара. Назвали ее не просто так, назвали ее в честь на то время самого быстрого и самого такого мощного военного корабля английского флота. Эта гитара по своей форме довольно большая, она прям такая пухлая, широкая, и поэтому она также и звучит. Она звучит очень объемно, очень жирно. Первыми, кто начал ее изготавливать, кто вообще придумал эту форму, это была компания Martin. Первый Dreadnought, который был выпущен, это Martin D18. Тогда еще соединение деки с грифом было не на 14-м ладу, как сейчас, а было на 12-м ладу. Ну, потому что тогда все гитары, они были вообще в принципе меньше гораздо, и у них у всех было соединение на 12-м ладу с деки с грифом. Эта гитара, классический ее вариант исполнения, это дека из ситхинской ели и обечайки, и задняя дека из массива махагона, массива красного дерева. Многие предпочитают звучание гитары D28, Martin. Почему? Потому что дека и обечайка сделаны у D28 из массива палисандра индийского. И вот как раз-таки это отличие палисандра от красного дерева, оно сильно влияет на звук. То есть многие говорят, что D28 звучит более низасто, у него в то же время чуть ярче звук и чуть больше такой, знаете, естественной реверберации. Для каких-то вещей это подходит больше, но в D18, вот в этой модели, в чем ее особенность? Она звучит чуть суше, чем D28. И за счет вот своей сухости звучания у нее более четкая, четкая, разборчивая такая получается атака. И она очень классно подходит именно для студийных записей, ну и в то же время для простой обычной игры медиатором, я не знаю. Когда я только получил эту гитару, взял в руки первые аккорды, начал играть на ней, мне показалось, что она, ну не показалось, это был факт, она была не очень играбельна. Обычно с завода гитары приходят в таком немножко недостроенном состоянии. То есть у них вот этот верхний порожек, он чуть выше, чем хотелось бы. У них, возможно, там анкером нужно еще немножко подтянуть гриф, чтобы он был меньше прогиба. Ну то есть вот такие вот детали. И я сразу же отнес ее к мастеру, ну не сразу, я на самом деле отнес ее к мастеру, и они мне сказали, что лучше, чтобы у вас гитара посидела дома хотя бы недельки две-три, чтобы она акклиматизировалась, потому что очень важно, когда вы перевозите гитару из одного места в другое, влажность скачет и могут повылезать лады. То есть если в одном месте суше, чем в другом, там где-то климат суше, где-то климат более влажный, то лады, они когда дерево ссыхается, лады, соответственно, не ссыхаются, они остаются такими же, они из металла. И лады могут просто повылезать. Нужно просто подержать ее вот у себя дома какое-то время, чтобы она акклиматизировалась и приняла вот ту форму, в которой она будет находиться в ближайшие там несколько лет, несколько десятилетий, я бы даже сказал. Эта гитара, она изначально не имела укрепления второго под ремень, но я как человек, который очень часто играет концерты, очень часто играю где-то на людях, и в принципе мне удобно играть стоя. Соответственно, я просил мастера, чтобы он мне как бы ввинтил вот этот держатель. Это было в принципе несложно, и большое спасибо, теперь я могу играть на этой гитаре стоя, выступать, в общем, полноценно использовать ее на концертах. Также на этой гитаре есть звукосниматель, не какой-то там, знаете, крутой LRBX, обычный, он имеет настройки высоких частот, громкости, баса и переворот фазы. Переворот фазы, кстати, очень нужная штука, когда, например, вы на концерте играете, и вдруг у вас начинается заводиться гитара, просто нажимаете на кнопку переворота фазы, инвертирование фазы происходит, и те частоты, которые заводились, они и перестают заводиться. Ну, это такой трюк звукорежиссерский. Но как же эта гитара звучит акустически? Она звучит очень приятно, она очень объемная, у нее хватает высоких частот, они довольно такие пробивные, то есть они хорошо прорезаются, но в то же время у нее густой такой вот и обволакивающий бас. Сыграю просто пару вещей, чтобы вы поняли, пару аккордов. У гитары хороший длинный сустейн, есть небольшой провал в средних частотах, но это особенность вот этой конструкции просто модели дреднот. Никуда от этого не денешься. Играет музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Как вы могли слышать, гитара имеет очень пробивной, такой вот яркий, яростный прям характер. На первое время, признаюсь честно, когда я играл на ней пальцами, когда я играл какие-то более тихие, более спокойные какие-то вещи, мне показалось, что мне не хватает яркости. Ну вот если вы играете в стиле фингерстайл, я бы не рекомендовал брать эту гитару и надеяться на то, что она будет звучать так, как вам нужно. Потому что, скорее всего, вам нужна форма 3-0 или OM, ну вот поменьше. Потому что её вы сможете спокойно пальцами раскачать, она будет более яркая, она будет более такая чёткая. Но у неё, конечно, не будет такого вот объёмного баса, таких вот густых низких частот. Сейчас поиграю немного пальцами. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сыграйте то же самое на своём старом любимом корте и почувствуйте разницу. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, нам осталось послушать эту гитару в подключении. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Вы послушали мою гитару вдоль и поперёк подключение акустическое. Надеюсь, что теперь вам стала более понятна разница между моим старым кортом и вот этой вот цельномассивной гитарой. Все время, пока я учился, я играл вот на этой гитаре, на этом корте. Но это не столь важно. Мне нравился всегда сам факт игры. Мне даже не важно было, на чем я играю. На дровах, на немдровах, на дорогом инструменте. Чего я вам советую? Просто играть ради удовольствия, ради непосредственно музыки. Ну, на этом, конечно же, я с вами не прощаюсь. У нас будут еще видео, в которых я сделаю какие-то, может быть, сравнения этой гитары с другими акустиками. Ну, если у вас какие-то есть предложения, обязательно пишите в комментариях. Я прочитаю, отвечу. Ну, в общем, на связи. Комментарии, лайки, ну, все как всегда. Пока!